набираем 500 лайков выходит новый ролик всем привет вы на канале армгеймер меня зовут арман и сегодня ребят как обещал во время прошлого ролика мы будем сделать обзор нашего к в который мы затащили ребят перед тем как начать нас наш обзорчик а я бы хотел попросить вас чтобы вы поставили лайкусик под этим роликом и в комментариях написали что-то что-нибудь позитивно вот самые лучшие комменты прошлого ролика вот прям вот сейчас видите на своих экранах и у каждого есть возможность попасть в следующий ролик так что напишите что быть хорошей попадите в следующий ролик и кстати вот на в скором времени уже выйдет новая серия рубрики развития рашера я знаю что многие ждут в комментариях напишите хэштег развития рашера и давайте под этим роликом наберем 1000 лайков после этого выйдет а сидя развития рашера почему они выходят так нечасто так скажем да так редко потому что снимать ролик на этом аккаунте просто очень и очень тяжело сейчас я попробую показывать вам что там за ситуация в общем вот такая вот у меня база стоит а я вот ускоряю свои казармы и во время ускорения я пытаюсь фармить 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 и фармить вот если я а вдруг останавливаю мой фарм то она меня нападает и сразу берут все ресурсы которые вот у мне находятся в хранилищах и таким образом у меня ничего не получается сделать то есть вот чтобы записывать ролик надо где-то два-три часа подряд сидеть фармить нужное количество ресурсов ну а потом уже начинать записывать ролики тох я знает вот сколько будет этот фарм длится а возможно это будет лица где-то три часа возможно шесть-семь часов и поэтому вот так все редко происходит ладно все о развитии раз рассказали вот жду ваших хэштегов в комментариях и ваших позитивных комментариях и сейчас перейдем к нашему кв шишки а если честно у меня а вообще не были шансы точнее надежды чтобы и что мы вытащим этот кого но к счастью мы затащили почему потому что вот смотрите 6 наш клан шестого уровня а клан противника 10 уровня означает что у них опыт большой и в принципе базы довольно таки неплохие стояли да сейчас попробуем посмотреть несколько повторов и кстати почему у меня не были на те что мы будем затащить на этом кого потому что смотрите у противника а пятый и шестой номер не атаковали а у 5 10 тх у 6 9 тх они оба смогли спокойно взять а две звезды вот а точнее добить эту базу на три звезды то есть взять а еще две звезды таким образом счет стал а 23 23 и конечно за добить нашего последнего номера то есть вот выиграть в кого но почему-то они не решили не нападать и таким образом мы а выиграли это кого меня к сожалению сломали на две звезды ну и в принципе наших всех топов сломали на две звезды это немножечко печально но все-таки мы смогли а в конце а там сезда пятый номер был сломан на 5 до 3 звезды и 4 тоже в принципе на а трешечку была снесена и таким образом мы смогли затащить последнюю атаку я думал вот на кого напасть на девятого на постели на вот шестого потому что вот одну звезду нам надо было взять чтобы сравнять счет да но мне не сравнять а просто вот чтобы опередить на счет был 21 21 если бы я сломал одну точнее я приносит неоспо 1 звезду то выиграли бы а с преимуществом одной звезды но потом в последний момент я и глава нашего клана решили чтобы я буду нападать на пятого номера пятый номер был добит на одну звезду и в принципе я сломал его на трешечку и таким образом смогли затащить а в отрыве две звезды сейчас давайте посмотрим наши атаки сначала я буду показывать свою первую очень кривую атаку почему кривую потому что я где-то месяц не участвовал в квашечках и где-то месяц можно сказать что я не фармил так нормально и в принципе я немножечко не так хорошо напал как хотелось бы но в принципе так вот мой повторчик вот мой повтор сейчас посмотрим я нападал вальками а если честно я вот ждал абсолютно другого результата но в начале когда я очень некрасиво точнее неправильно кинул свои землетрясения уже я потерял надежду на жена одну звезду не а смог я на одну звезду даже не надеялся вот я надеялся что вот сношу вот этот забор тоже и за счет этого я буду получать путь до центра но в этот забор я пропустил за счет того что кривовато немножечко кинул свои землетрясения таким образом вот наши юниты решили не пойти в центр и в принципе не взять 2 звезду и вот вторая ошибка я выпустил валик очень и очень рано смотрите все они пошли по кругу и таким образом в центр пошли только лишь гиганты с голем даже вот магией толком не пошли потому что вот они решили опять же по кругу эти некоторые из тех уже сдохли на половину пути а ну а королева с королем ничего не смогли сделать там клан кастал стоял еще вот в русские герои в конкаст лишь шарики и в общем мои герои просто тупо сдохли ну а вальки тут продолжает гулять по всей базе и набрать ступо проценты но это мне к сожалению ничего они дают до 50 процентов я смог взять но это по моему мало все таки а вальки довольно таки неплохие у меня 4 лавала они но у них не топовые конечно же но все таки и не первого уровня все таки они немножечко тащат да и 50 сколько у меня процентов получается мне 60 процентов вроде бы да получается мне получать от этой базы и в принципе а на этом мне заканчивается вся армия так хотя не лучницы мне есть да и не сдыхает когда я выпускаю их на теслу тесла просто очень сильно жарит наших площадь в общем вот как-то так 60 процентов было взято из этой базы сейчас давайте посмотрим атаку на четвертого номера как наш заклана ведь снес эту базу на трешечку если честно я сам еще не посмотрел данную атаку но надеюсь что ну как надеюсь я увидим просто что атака довольно таки красивенькая вот все-таки он решает уничтожать заборчик кстати ребят что касается насчет джампа я не вижу смысла брать с собой джамп вот многие вот берут собой джамп ну по моему получше будет если взять три землетрясения и плюс один на землетрясением в крепости клана то есть это у нас получается бесконечный джамп то есть вот ломаем забор и все а джамп со временем исчезает вот ничего мы не теряем если вот некоторые думают что надо взять я то скажу что я вообще пофиксили и сейчас ядом ничего делать не получится у вас просто-напросто вот когда кидается я то все юниты бегают от яда и таким образом я становится просто бесполезной и зелькой вот таким вот образом я не использую яд в так отлично у нас довольно таки неплохая атака получается топ миксом все юниты идут туда куда надо маги маги вот следует за опеками или за коленами то есть вот пеки с коленами танкуют а маги сзади добивают а с другой стороны с верхней стороны вот голема танкуют а пару магов с королевой и вот мочат все здания дефа таким вот образом у нас получается просто идеальная атака если честно я вот тоже сначала думал нападать стоп миксом но все же и все таки потом передумал и решил использовать валик но последняя атака у меня знаете вот я очень сильно сомневался а брать мне вальки или не брать но это вы скором времени увидите почему я сомневался ну а пока что давайте будем ускорять а потому что все уже сломано две пики с коленчиком и с магами выжили в принципе довольно таки прикольно получилось у нас так сейчас давайте посмотрим еще какой-нибудь повтор кстати я с мульта тоже атаковал просто мульта вообще смута вообще я криво все сделал сейчас давайте посмотрим где мой второй аккаунта а первую атака на 34 процента я хуга выпустил просто не знаю как все хуги у меня сразу же сдохли а вот и при том я не смог добить кланкастл до того как уничтожать точнее выпускать хуков и при этом вот дракончик из кланкастла уничтожил всех моих хуков а вторая атака я просто сделал для фарма знаете вот нижние номера все были добиты точнее вот смотрите я на девятого напала все остальные были добиты я а просто тупо решил фармить и нападал без зелек я не хотел сначала нападать без зелек потом когда я нажал на кнопку бой я увидел что мне зелек нет и просто вот она был 50 процентов вот давайте еще посмотрим атаку на второго посмотрим если будет время то атаку на первого тоже посмотрим так что у нас за база ну стандартная база для десятого тх в принципе ничего такого нет но тактика тут прикольная королевка с ахилками будет сейчас а мочить как можно больше здания дефа ну и будут помогать конечно же магии ну и в принципе посмотрим что в конце будет напишите ребят в комментариях чем ли вы любите то есть какой армии вы любите атаковать во время кв-шечки вот не очень сильно интересует кто как атакует и конечно же напишите уровень своей ратуши тут немножечко поздно были выпущены наши точнее да наши бомберы потому что королевка пошла не туда куда надо хотя в скором времени не королевка все-таки пошла не туда куда надо королевка должно было идти в центр но так не произошло а ну окей тоже неплохо одна хилочка перешла на галеб чиков ой это это очень плохо так юнита сверху уже заходят отлично гиганты уже дошли до центра ну а фриз немножечко успел разморозить вражеских шариков и вражеского дракона таким образом маги смогли нанести несколько тычек и в принципе за счет того что клан кастал вражеский был отвлечен ратуша была добита и конечно же 50 процентов тут набивается изи поскольку наши паса кланов ца есть а были в запасе несколько лучниц и короля со способностями почти почти был цель цель а вот в принципе как-то так давайте еще будем ускорять ничего интересного нету и в чем прикол этих всех а так практически всех потому что вот а почти никогда не удается убивать юнтов из крепости клана ладно сейчас давайте посмотрим атаку на первого номера я вот сомневался атаковать на 5 или на 1 потом остановился на пятый номер потому что вот у базу первого все таки было прокачено и диск а был еще большим чем нам пятым так все делается по стандарту только вот прикол в том что тут очень и очень трудно направить всех юнтов центр я бы напал допустим с этой вот стороны почему потому что вот вышел крепость клана и а таким вот образом наши юниты пошли в центр все были шансы большими что пойдут центр так хил тут а точнее фриз были немножечко криво кинут потому что вот одну эфирно не закрыл хотя тут по-другому вообще не было бы никак ну и в конце просто вот гигантская бомба прилетела и уничтожил хилку вроде точнее не гигантская бомба в воздушные мина вот вроде бы эти мины не задевали хилок но оказывается что они реагируют на 48 процентов если были бы луки у нашего соклановца то можно было и медвизии взять из этой базы ладно все ребят последняя атака у нас на пятый номер сейчас а мы вместе посмотрим опять же атака вальками и как видите у нас тут база анти валька то есть вот я в этом и сомневался нападать не нападать но в конце я решил все-таки рискнуть и нападать я решил вот сначала расчистить на пусть чтобы вальки пошли в центр и не отвлекались на хранилище хотя вот смажите пару валик все-таки отвлекся отвлекать отвлеклись то вот так отвлеклись а но потом я смог их направить и конечно же я не а торопился кинуть свои землетрясения потому что ожидал что ожидает мне если я буду немножечко рано их кидать и юниты не будут знать куда пойти и таким вот образом у меня нифига не получится но все-таки я думаю неплохо кинул свои хилы и у меня еще один хил остался есть все довольно таки неплохо а кидается и все вальки а практически нормально действуют и все они работают просто классы королевка сзади дебил как и видели крепость кланов резки и таким вот образом дракончики шарики не смогли нанести урона наших вальков наших валик вот еще в чем прикол этой базы я думаю что в центре в центре будут находиться теслы и всякие ловушечки но увы там нифига не оказался там просто были скелетики шкафу и все я вот просто был очень рад когда увидел что там только находится скелеты и никаких тасил там не находились как видите у меня королевка с королем со способностями уже а вот идут к ратуша и я решил почему бы нет выпускать точнее использовать их неспособности и топить вражескую базу а вот как-то так сто процентов по моему неплохо получился а ладно ребят на этом уже думаю пора заканчивать наш сегодняшний ролик не забывайте про лайки про ваши коменты если вот вы хотите о развитии рашу то напишите хэштег развития рашу и тысячи лайков если наберем то сразу же выйдет ролик про развитие рашу работ как-то так и не забывайте написать в комментариях какой армии его атакуете его во время к в кстати еще один очень часто задаваемый вопрос какой у тебя клан клан называется лос готов вот а можете смотреть вот таким вот образом клан у нас а сейчас закрытый так 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 но если что можете а прочитать название в общем описание клана если у нас клан а будет открытым то вы можете захотите или подать заявочку сейчас и захотите если конечно соответствуйте требованиям ну а на этом все ребят спасибо вам за просмотр с вам был как всегда я арман всем удачи всем пока 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 ребята